Конец декабря 2013-го. Два дня до Нового года. Страну потрясают известия о взрывах, которые совершили террористы-смертники в городе Волгограде. Один из них произошел в здании железнодорожного вокзала. Жертв могло быть больше, но пройти в зал ожидания преступнику не удалось. Остановил патруль полиции у рамок металлоискателя. В стране заговорили об усилении мер безопасности. К тому же на кону масштабное событие – зимняя Олимпиада. Северодвинск – особый город. Возникает вопрос, как защищены его жители. Вокзал – один из стратегических объектов. Мимо рамок металлоискателя к кассам и на перрон не пройти. Все сотрудники РЖД, а также арендаторы помещений внимательно присматриваются к людям. Для них фраза «подозрительный предмет» – не пустой звук. Здесь регулярно проводятся учения. У нас обеспечивается безопасность двумя сотрудниками ЧОП, которые круглосуточно у нас находятся на вокзале «Два поста», и также сотрудники транспортной полиции. В то же время у нас дежурный помощник начальника вокзала ежечасно проводит осмотр. Это либо с сотрудником полиции, либо с сотрудником ЧОПа на предмет выявления бесхозных предметов, подозрительных лиц. Новые меры безопасности, которые коснулись и северодвинцев, приняла Росавиация. Воздушные суда наиболее уязвимы. На их бортах – опознавательные знаки Российской Федерации. Теракт продемонстрирует возможность нанесения ущерба всему государству. В сообщении от 8 января на сайте Росавиации говорится. На воздушном транспорте сохраняется угроза совершения терактов с использованием самодельных взрывных устройств. В связи с этим во все аэропорты и организации гражданской авиации направлена директива о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. Любые жидкости и средства личной гигиены рекомендуется сдавать в багаж. Росавиация просит авиапассажиров с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности. Под контроль берется и еще одно важное здание Северодвинского мэрия. Здесь установили турникетную пропускную систему. На этом настаивала полиция. Но здесь говорят, поставить в рамки и жителей, и чиновников заставляет само время. Пройти в городскую администрацию уже с февраля можно будет только по документу удостоверяющему личность. Самые передовые мероприятия – это именно металлодетекторы, турникеты и систему видеонаблюдения. Во всех городах нашей страны эти мероприятия уже давно проведены. Так что мы, я считаю, в этом вопросе даже немного отстаем. Учитывая то, что специфику города Северодвинска. Работники, которые работают постоянно здесь, наши контрагенты, назовем их, те, кто сотрудничает с администрацией, кому требуется постоянно быть в здании, приходить сюда, те получат постоянные пропуска. А жители Северодвинска или те, кто абезидически будет сюда приходить, они просто с документом, удостоверяющим личность, приходят сюда, получают разовый пропуск и проходят и выполняют те задачи, которые для себя поставили. Подобные конструкции установлены в суде и в полиции. В администрации собирают специальные комиссии для координации действий всех служб. Есть муниципальная программа профилактики терроризма. Регулярно проводятся учения. По безопасности граждан, я могу сказать, что Северодвинск в Архамельской области с населением городов от 100 тысяч является самым безопасным для проживания. То есть количество преступлений, совершаемых на 10 тысяч населения, есть такой алгоритм учета. Он является самым низким процентом. Высокие заборы у школ, тревожные кнопки. В наше время все это уже не кажется чем-то удивительным. Есть и новое предложение от полиции. Установить рамки металлодетектора здесь, здесь и здесь. То есть попасть на праздник можно лишь пройдя специальный досмотр. Кто-то усомнится, тотальный контроль или необходимость. Ясно одно, уже само время не дает нам выйти за рамки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова